Выбор сделан. В Новокуйбышевске депутаты городской думы проголосовали за нового главу города. Что предшествовало этому? Кто претендовал на должность? Обо всех этапах и итогах непростой процедуры – материал моего коллеги Владислава Жирнова. В повестке внеочередного 64-го заседания городской думы Новокуйбышевска всего один вопрос об избрании главы города. Конкурсная комиссия, которая рассмотрела 8 кандидатов на выборную должность, рекомендовала парламентариям проголосовать за Владимира Фомина. Но прежде Владимир Николаевич представил свое видение путей развития Новокуйбышевска. Я поддерживаю общеполитический курс развития нашего государства. При этом выступаю за последовательный рост в состоянии горожан. Еще один кандидат на кресло главы города Александр Ходоковский поддержал программу своего соперника, заявив, что его видение стратегии развития Новокуйбышевска не расходится с уже изложенным. В итоге кандидатура Владимира Фомина на должность главы городского округа была единогласно поддержана депутатами. На состоявшемся после перерыва в неочередном 65-м заседании городской думы Фомин торжественно присягнул на конституции страны и получил символический знак высшего выборного должностного лица. ...это историческое событие вручается в знак главы. От имени губернатора, от имени правительства я поздравляю всего населения, моего любимого славного города Новокуйбышевска, Владимир Николаевич, с этим избранием. Я поздравляю всех присутствующих здесь и всех жителей города Новокуйбышевска с этим очень значимым, очень серьезным событием в жизни нашего города. Напомним, что Владимир Фомин сменил на посту главы города Новокуйбышевска Сергея Маркова, который занимал выборную должность с декабря 2016 по сентябрь 2018. Сейчас Сергей Марков занимает должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии.